За первую неделю февраля количество заболевших новой коронавирусной инфекцией существенно выросло. Ежедневно в Сарове фиксируют около 500 положительных ПЦР-тестов. В настоящее время ситуацией завладел штаммомикрон, пояснила Ирина Макарова. Его инкубационный период значительно короче, чем у предыдущих вирусов. Как правило, он длится не более двух дней. В какой-то мере успокаивать должна всех ситуация, что тяжесть заболевания в подавляющем большинстве не должна быть очень тяжелой. Многие пациенты переносят эту инфекцию в легкой форме, а иногда даже в бессимптомной. Много выявляется пациентов, которые просто были в контакте, и контрольные обследования выявляют именно наличие вируса в организме. У заболевших штаммомикрон поражаются, как правило, верхние дыхательные пути. Часто инфекция достигает легких. Сейчас значительно реже на компьютерной томографии выявляют поражение легких. А потому бояться дистанционного контроля медиков не стоит, пояснила Ирина Анатольевна. Если пациент переносит вирус в легкой форме, у него нет сопутствующих хронических патологий, его температура не поднимается выше 38, врач может по телефону определить дальнейшую тактику лечения. Сахарный диабет, сниженососудистая патология, достаточно выраженная, та же самая гипертоническая болезнь, в анамнезе инсульты, инфаркты. Есть ли у пациентов хроническая почечная недостаточность, либо онкологическое заболевание, которое требует достаточно серьезного лечения, или ревматологические заболевания, которые тоже поддерживаются супрессивной терапией, которые снижают иммунитет. Вот эти граждане плюс беременные женщины должны относиться к себе очень внимательно. При любом ухудшении самочувствия нужно немедленно сообщить врачу о своем состоянии. Специалисты будут стараться осматривать таких пациентов очно и консультировать на дому. Нужно следить за температурой тела. Если на протяжении трех дней она держится на отметке 38 градусов или даже превышает ее, важно также сообщить об этом доктору. Важно понимать, что сейчас огромная нагрузка легла на систему здравоохранения, в целом и амбулаторную службу в частности. Чтобы нам как можно быстрее и без особых потерь выйти из данной ситуации, мы должны сейчас со всеми с вами объединить свои усилия и взаимно помогать друг другу. Я хочу сказать, что для того, чтобы сейчас улучшить эпидемиологическую ситуацию в городе, в амбулаторной службе предприняты многие шаги. Например, увеличено количество телефонов для вызова на дом пациентов, как в первой поликлинике городской, так и во второй поликлинике для сотрудников Федерального ядерного центра, так и в детской поликлинике. Кроме того, во всех поликлиниках образованы ковид-центры. Их номера в первой поликлинике 9 55 43 и в поликлинике номер 2 9 52 64. Также с этой недели работает круглосуточная горячая линия 8 958 835 93 83. Однако при резком ухудшении состояния нужно обратиться именно в скорую помощь, напоминает заведующая поликлиникой. Несколько недель нам всем придется очень сложно, но полагаем, что весну будем встречать в хорошей эпидемиологической обстановке, добавила Ирина Анатольевна.